Надеюсь, слышно, как это наглое животное мурлыкает. Почему наглое? Значит, хозяин отошёл по делам. Государственная дума, скажем так. Слышал непонятные звуки. Я илья Лиска, чего ты дерёшь? Думаю, губку я вроде убрала так, чтобы она не застала. А она у меня с ноутбука клавишу стырила и, по ходу дела, съела. Одну клавишу я успела отвоевать. А другую клавишу я теперь понимаю, почему она иногда отпрыгивала. Блин, неудобно открывать одной рукой ноутбук. Вот. Я, конечно, этой клавишей особо не пользуюсь. Вон та у меня как-то отпрыгивала. А у меня отпрыгнула. Я нажимаю на истек, чтобы у меня всё включилось. А у меня эскейп прыг и отпрыг. Но эскейп я всё-таки потом нашла на ощупь. А вот потом пол подмела ещё раз. Хотя сегодня я уже подметала пол, блин. Подмела, значит, пол. И мне ничего не смелось. А вот именно то, что надо. Я глянула в сети. Вроде где-то как бы продают. Но я подозреваю, что доставка выйдет в разы дороже, чем одна эта долбанная клавиша. Первая наглая кошка, которая, блин. Я на сейчас сижу, короче, и, конечно, досталась. Еды ей тоже досталась. Я рис подогрела, но как-то очень сильно. И сюда положила этот. Немножко у меня тут открытого было. В мисочке. Соуса. Ну, не то чтобы соуса. То это, как её там... Как её называть? Это кабачковая икра. И кричу ей. Ну, не то чтобы кричу, говорю. Как же её вызвала-то? Кусочек говна. Я говорю, кусочек говна, ты там что делаешь? И она бежит так. Я говорю, ты что, кусочек говна, что ли? Откликаешься на кусочек говна. Она прибежала и уселась на стол. Давай, мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур. Эй, куда? Во-первых, оно горяченное. Я жду, когда оно подостынет. Специально холодный соус туда положила. Во-вторых, слушай, ты не обнаглела ли? Ты сожрала пластиковую клавишу на ноутбуке, которому всего лишь два года. Хороший рабочий ноутбук, на котором хозяин работает. Как вот тебе несовестно? Сначала я хотела пожаловаться с фоткой в телевку. Потом я подумала, что наверняка это порадует Авелину, которая сегодня подписалась на телевку. А потом отписалась. Та самая, которая меня пиарила на своём канале и из-под замков мою личную трагедию про кота утаскивала. На форум насекомых. А потом я подумала, когда эта дурында прибежала на кусочек говна, и так мур-мур-мур радостно, что надо бы это записать. Ну, вообще, слушайте, ну, это наглость какая-то. Если у кого-то кошки или коты, домашние животные, вообще кошки. Не надо это есть, я тебе лучше дам. Дам вот эту картошинку, она разломанная как раз специально для тебя. Только не жри прямо из тарелки-то. А, на-на-на, вот тебе картошина. Мы любим варёную картошку. Эй, а это я у тебя заберу. Иди в задницу. Так, куда убрать-то это? Короче, если ваши кошки жрут так же, как моя, клавиши с ноутбука, дайте знать в камень-то. Я хоть это пойму, что я не одна такая. Я и сегодня говорю, ты говорю, что думаешь, что если ты мне клавишу сожрела торт, хозяин с ноутбуком работать не будет? Не, как вариант, я, возможно, притом придётся купить клавиатуру, буду как приятель, с ноутом, к которому клава подключена. С другой стороны, в принципе, клавиши я особо этой не пользуюсь. С третьей стороны выносной ноутбук у меня другой. Ну, блин, он мне нравится, у него хороший экран, но он удобный. Посла жрать картошку. Да, в миске-то нам не жрётся, нам на эту картошку достать на пол. Пощи жуть. С коммунизила две губки за сутки. Чего ей не нравится, когда я посуду губкой мою, это долго, она сидит на стульчике, и ей внимания не уделяют. Не, можно рассчитать, что это как бы месть, вот я тебе сломаю клавишу, и ты сюда больше не сядешь за этот ноутбук. Потому что я когда работаю, она прыгает рядом, я её ругаю, что она на клаву не надо прыгать. Или она прыгает вот сюда, на колени, между мной и ноутбуком тоже неудобно. Или она сидит рядом и пытается грызть провод. Или просто играет с липучкой, которая на проводе висит. Тоже как бы не дело. В общем, прям я в прострации и в офигении. С этого наглого животного. Вообще жуть. Алиса, как у тебя совести хватило такое сотворить? Пока тебе, зритель.